Поднимали в бой, без предупреждения, и ночью, и на рассвете. Разведка, механизированные ракетные войска, артиллерия, авиация, всё как на войне, даже мобилизация. Из запаса буквально за день поставили в строй 2000 человек, в том числе и врачей, готовых работать в военных условиях. И это лишь небольшой пример, учитывая, что в кратчайшие сроки в Беларуси во всеоружии могут занять оборону полмиллиона бойцов. Армия — это довольно закрытая структура в силовом блоке. Обладая современными вооружениями, можно сделать красивую картинку, примерно как в кино, где герой легко попадает в баскетбольное кольцо, но с 10-го дубля. Однако нужна не показуха, а реальная защита. Поэтому готовность вооруженных сил по поручению президента проверял Совет Безопасности. Изучали всё от того, как формируют механизированные бригады из военнослужащих запаса, их боеспособность до состояния вооружения в частях и на базах хранения. Ключевой момент, на который Александр Лукашенко обратил внимание, отправляя Совбез проверять армию, — это отмобилизование, то есть перевод частей, соединений и органов управления на организацию военного времени. Отличие лишь в том, что в случае войны за ошибки придется платить человеческими жизнями. Хотя белорусская армия нужна как раз для того, чтобы войну предотвратить. В этом суть военной доктрины. Потенциальный противник должен понимать уровень возможных потерь. При этом в соотношении с ВВП Беларусь тратит на обороны меньше, чем соседние страны и не рискует своей экономикой. Но в перевооружение вкладывают существенные деньги. Войска оснащают самой передовой экипировкой и боевой техникой. Беларусь не собирается втягиваться в гонку вооружения, а тем более попусту бряцать оружие. Однако складывающаяся военно-политическая обстановка не позволяет в настоящее время выстраивать другие пропорции финансирования государственных расходов. И впредь на нашу безопасность тратим будем столько, сколько нужно. Кормить надо своих солдат. Вложенные деньги должны давать реальный рост боевых возможностей наших вооруженных сил и повышать обороноспособность нашего государства. Недопустимо, чтобы дорогостоящие оружия использовались не в полную силу, а тем более приходило в негодность из-за непрофессионализма отдельных командиров. Вообще без солдата, офицера, генерала никакое оружие, никакой армии не поможет. Любым оружием надо уметь пользоваться. Аксиома. Невзирая на отдельные недоработки, в целом армия проверку прошла. Это однозначный вывод Совета безопасности. При том, что военных изначально ставили в самые сложные условия. Чего только стоил экзамен для противовоздушной обороны. Всего было использовано 14 контрольных целей. То есть это авиация, которая не принадлежит Министерству обороны, она запускалась с разных направлений, на разных высотах. Внезапно, конечно, для нашей системы ПВО. Надо сказать, что ни одна из этих контрольных целей не осталась без воздействия системы ПВО. То есть в целом система работает и она справилась всеми задачами. Еще один аспект, без качества которого бесполезно даже самое современное вооружение. Идеологическая работа. В особенности военная дисциплина. В этом году впервые за несколько лет военнослужащий погиб при исполнении. За 2017-й пять случаев суицида. Тем не менее, за пять лет уровень преступности в вооруженных силах снизился вдвое. Да, люди в форме совершают преступления, но почти в пять раз реже, чем на гражданке. Однако в прошлом году стало больше правонарушений. Причина вопиющая. Неуставные взаимоотношения. Это что, действительно такой всплеск безобразий по так называемой неуставщине или должностные лица Минобороны и других компетентных госорганов повысили требовательность и начали все это учитывать наконец-то. Дело не в том, что только мое требование такое жесточайшее по отношению к вам. Не в этом дело. Вы знаете, что расслабляться нам нельзя. Потому что подобное расслабление превращается в головотявство безответственность, а оно потом дорого обходится государству и народу. Не дай бог военное время. Вы помните, что было в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мы уже многое знаем, почему, пусть даже очень вооруженная фашистская армия в течение двух месяцев, а то и меньше, прошла через всю Беларусь. Это не потому, что Беларусь плохая и народ плохой, а потому, что мы допустили головотявство. Кто в отпуск, кто туда, кто сюда, и о войне запрещали вообще разговаривать. Чтобы не спровоцировать, чтобы не обидеть и так далее, утихомировали. Вот и получили. Поэтому из всего надо делать соответствующие выводы. Чтобы не было потом больно. Высекать армейскую дедовщину нужно с корнями. А неглубокие заключают силовики. Есть случаи, когда потерпевший по одному уголовному делу в дальнейшем становится подозреваемым по-другому. Всплеска неуставных отношений нет. Это раньше был недосмотр, признает госсекретарь Совбеза. Это больше работа правоохранительных органов, которые активизировались по поручению главы государства и вывращивались на изнанку вооруженных силах. Да и самого Министерства обороны. Конечно, неустаминные отношения в армии есть, они присутствуют. И говорить о том, что мы сейчас уже все сделали, для того, чтобы у них не было, такое не приходится. Это работа ни одного дня и ни одного даже года. Надо работать системно и комплексно. И такая работа будет продолжена. А те командиры, что не справляются, будут прощаться с воинской службой. Благо, в белорусской армии достаточно офицеров с безупречной репутацией и богатым опытом. Прямо на совещании президент произвел кадровое назначение в руководстве вооруженных сил. В генеральном штабе, западном и северо-западном оперативном командовании, а также в главном управлении идеологической работы Министерства обороны. Непосредственно перестановки не связаны с комплексной проверкой. Однако при подборе кандидатур это не могли не учесть. Одним из первых вопросов президента. был, как офицеры показали себя в деле. Дмитрий Семченко, Сергей Янковский, ОНТ.